Аэропорт Запорожье, Украинская ССР. 6 декабря 1976 год. На перроне пассажирский самолет Як-40 готовится выполнить учебно-тренировочный рейс для отрабатывания пилотами действий в особых случаях полета. На борт самолета поднимаются пять членов экипажа. Пилот-инструктор Кусый, он же командир авиаэскадрильи, командир воздушного судна Щербаков, бортмеханик-инструктор Грицаенко, командир Щелковый и второй пилот Михайлов. При этом два последних находятся в пассажирском салоне. В это время небо над Запорожьем затянуто облаками высотой 150 метров, стоит дымка, ветра почти нет. Видимость составляет 1700 метров, а в облаках наблюдается слабое обледенение. Взлет готов, 750. 750, взлет разрешаю. В 12 часов 57 минут диспетчер дает разрешение на вылет, и наш самолет отрывается от взлетно-посадочной полосы Запорожьского аэропорта и начинает набор высоты. Незадолго до этого Министерство гражданской авиации разработало и утвердило программу тренировочных полетов на самолетах Як-40 для всех авиаотрядов. Суть ее заключалась в том, что экипаж должен был сымитировать в воздухе аварийную ситуацию, отказ стабилизатора руля высоты и выйти из нее всеми способами. Як-40 занимает высоту 4000 метров со скоростью 360 км в час, что является выполнением задания 7А. И теперь экипаж занимает исходное положение для выполнения упражнения 7Б, то есть имитация увода стабилизатора в наборе высоты после взлета. Так как для выполнения этого задания требуется скорость 200-210 км в час, то в течение 53 секунд экипаж постепенно снижает режим двигателя с 95 до 53%. Скорость падает до 270 км в час, а двигатели выходят на режим малого газа. Затем конфигурация Яковлева устанавливается в исходное положение для упражнения 7Б. Экипаж перекладывает стабилизатор на кабрирование, то есть набор высоты, а штурвал тянут на себя. Скорость снижается до 240 км в час, и теперь экипажу следует выпустить закрылки. Но в этот момент пилоты совершают катастрофическую ошибку и вместо закрылков выпускают шасси, что значительно увеличивает аэродинамическое сопротивление, и к моменту полного выпуска шасси скорость достигает 215 км в час и продолжает падать. Скорость 175 км в час, и только сейчас экипаж замечает опасное снижение скорости и для попытки исправления ситуации переводит руды во взлетный режим. Однако, так как турбореактивные двигатели в силу своей приемистости переходят из режима малого газа во взлетный не сразу, а в течение 12 секунд, то скорость продолжает падать и достигает своего критического значения 162 км в час. В этот момент на крыле происходит срыв потока, после чего Як-40 с резким ростом крена и тангажа быстро разворачивается влево. Экипаж пытается всячески выйти из сложившейся ситуации и вывести самолет в горизонтальный полет. Для этого они устанавливают элероны и руль направления в крайнем правом положении, а штурвал берут полностью на себя. Но данные действия не приводят к ожидаемому результату, и ситуация становится катастрофической. Все попытки экипажа стабилизировать самолет оказываются безрезультатны. Як-40 входит в штопор, из которого вывести самолет невозможно. «Отказало управление!» «Не понял, кто доложил?» «Высота 2-100 падают!» «Какой борт?» «750-й!» Через несколько секунд вращающийся против часовой стрелки Як-40 с вертикальной скоростью 60 метров в секунду, под углом 30 градусов и с левым креном 6 градусов, врезался в землю у села Казаковское в 20 километрах северо-западнее Запорожского аэропорта. От удара о землю кабина пилотов полностью разрушилась. Фюзеляж разломился пополам в районе 28-го Шпангоута, а киль со стабилизатором отлетели на несколько метров. Авиакатастрофа под Запорожьем унесла жизни всех находившихся на борту пяти членов экипажа. Расследование катастрофы самолета Як-40 проводила комиссия Министерства гражданской авиации СССР. После тщательного расследования комиссией было установлено, что после выполнения упражнения 7А экипаж на высоте 4000-4200 метров и при скорости 340 километров в час начал занимать исходное положение для упражнения 7Б, имитация увода стабилизатора в наборе высоты. С целью установки заданной скорости 200-210 километров в час экипаж медленно в течение 55 секунд уменьшал обороты двигателя. В момент выхода двигателей на малый газ скорость полета составляла 270 километров в час. Одновременно МСРП-12 зафиксировал перекладку стабилизатора на кабрирование и взятие штурвала на себя, что соответствовало конфигурации самолета в исходном положении перед упражнением 7Б. Предположительно, на скорости полета 240 километров в час экипаж ошибочно выпустил шасси вместо закрылка, полный выпуск которых зафиксирован при скорости 215 километров в час. Дальнейший полет происходил с уменьшением скорости ниже значения, заданного для выполнения данного упражнения. Вероятно, экипаж поздно заметил падение скорости из-за возможно завышенных показаний указателя скорости со стороны командира. На скорости полета 175 километров в час экипаж дал руды на увеличение режима довзлетного с целью увеличения скорости для занятия исходного положения. В связи с тем, что приемистость двигателей от малого газа довзлетного режима составляет от 10 до 12 секунд, торможение продолжалось. На скорости 164 километра в час произошел срыв самолета с резким увеличением крена тангажа и энергичным разворотом самолета влево с последующим переходом в штопор. В момент срыва элероны и руль поворота находились в крайнем правом положении. Руль высоты полностью взят на кабрирование. Это позволяет предположить, что экипаж пытался вывести самолет из создавшегося положения. Самолет с незначительным углом тангажа с левым вращением в горизонтальной плоскости и с вертикальной скоростью 60 метров в секунду столкнулся с землей и разрушился. В своем заключении комиссия установила, что причиной катастрофы является потеря скорости самолета с последующим сваливанием и переходом в штопор. Вероятными причинами потери скорости являются ошибка в технике пилотирования, допущенная экипажем и пилотирование самолета по возможно завышенным показаниям указателя скорости со стороны командира. Тренировочную программу, выполняя которую разбился самолет, свернули в тот же день и больше никогда не применяли. А о трагедии сегодня напоминает лишь скромный памятник с портретами пилота за селом Новогуполовка. Как и положено, для расследования авиакатастрофы была создана специальная комиссия. Она установила следующую. Поскольку у Як-40 крылья расположены в непосредственной близости к хвостовой части, сбегающий при падении машины с крылья в воздушный поток приобретает завихренную конфигурацию и в таком виде попадает на стабилизатор. Вследствие чего и сами они и рули высоты выходят из-под управления. Обычно, чтобы выбраться из штопора, летчики переводят самолет в режим пикирования. Экипаж, невзирая на высокий профессионализм, сделать этого уже никак не мог. Машина падала хвостом вниз. Предугадать подобный поворот событий было сложно. Даже летчики-испытатели конструкторского бюро Яковлева никогда не вводили Як-40 в штопор, да еще такое. В министерской инструкции о возникновении этой ситуации также не говорилось ни слова. Как и следовало ожидать, Министерство гражданской авиации своей вины в случившемся не признало. Подлинную причину аварии скрыли. В расследованиях авиакатастроф есть неписанное правило. Если экипаж погиб, то вину за случившееся, как правило, возлагают налетчики. Руководствуясь логикой, мертвым уже все равно, а живым не стоит портить жизнь. Так произошло и на этот раз.